Функционал отсутствует. Переделка выходит в итоге дороже, чем изначально строить. Можно увидеть, что печь не будет работать полноценно. Сразу видно, что пламя будет бить в облицовочный кирпич. Мы сам казанный комплекс сюда вынесем вперед. Стенку тоже нарастим. Возьмем инструмент хороший и будем это все ломать. Всем доброго дня, с вами компания «Утучный мир». Сегодня мы приехали к Александру Аксенову. Хотелось бы поговорить о тех работах, которые приходится переделывать. И почему приходится переделывать. Вот сегодня на примере как раз мы рассмотрим. Вот здесь сделано барбекю, его уже отчасти переделали. И сейчас еще будет проводиться работа. Дополнительная работа. Дополнительная. Александр, приветствуем. Давай поговорим. То есть, часто ли приходится сталкиваться? Очень часто приходится сталкиваться с такими работами, которые обязательно нужно будет переделывать. В прошлом году мы в июле переезжали сюда. Заказчик показал этот комплекс. То есть, он не работал. А не работал он по той причине, что у него в первых была заужена труба. Вот у нас сейчас здесь показано выход на шестких детей. А на улице, на крыше был сделан четверик. И сразу до момента объясню, что у нас был сделан изначально портал мангала по этой высоте. Вот шоколадный кирпич закончился. И полностью выход изначально уже из самого мангала выходил в кирпич по диаметру. То есть, свода никакого не было? Нет, свода не было. Как я понимаю, да? Да, да, да. Сплотная стенка все лежала на уголках. Все лежало на уголках. И было просто отверстие в кирпич изначально. То есть, мы все это убрали. То есть, нарастили вверх. То есть, опустили на два ряда буквально ниже. Сделали боковые, увеличили. Шамотное ядро. Здесь у нас установлено впритык. Никакого зазора, никакого сохранения расширения нет. Ну, избавили тем, что, чтобы это спрятать, как бы, малые непосредства, малой крови обойтись, да? Закрыли эту часть по полу кирпича с обоих сторон. Ну, и убрали это перекрытие. Получается так, что у нас он прямым ходом уже уходит. То есть, не затрудняет выхода дыму. То есть, из этого она коптилась, вот видно, да? До этого она вообще не работала. Чисто работает. Здесь я хотелось бы поговорить о другом. Ну, не о другом, точнее, а прояснить. Несколько вариантов бывает. Первое, это некачественные строители. То есть, в данном случае, я не понимаю, строилась беседка. Ребята, те, кто кладет кирпич, их также попросили сделать барбекю. Да, конечно. Умеешь, не умеешь, я просто не стоял, умеешь сложить кирпич. Да, все сделай. Тут главное было заказчику, чтобы сделать этот комплекс, и все. Ну, и получается, ребята это сделали, а понятия-то нету никакого, как устроен комплекс, как он работает, как нужно с казана, допустим, дымовой канал пустить, или как нужно сделать свод мангала, да? У них нет представления. То есть, они сделали так, как они это в общей картинке представляют. А само устройство внутреннее, то есть, понятия нет. Ну, вот как раз и продолжение, да. Я некачественный специалист, но здесь может и экономия была, может и не была. Ну, сложно судить. И бывает, что экономит, ребят, ну, клиент экономит на строительстве, нанимает некачественных мастеров, и они делают вот такую, это может красивую работу, но не рабочую. Соответственно, приходится и потом переделают. Функционал отсутствует. Переделка выходит в итоге дороже, чем изначально строить объект. Ну, получается, экономия здесь нет никакой. Да, да. Правильно? Мы вот за свое время насмотрелись много уже таких объектов, которые приходится переделывать. Поэтому, ну, такая небольшая реклама, то есть, у нас в компании есть чаты печников, есть специалисты, которые подбирают хороших мастеров, кто может сделать ответственность, когда, ну, поэтому не приходится переделывать, а только наслаждаться. А так, вот, получается, делался этот комплекс. Когда изначально, клиентам? Изначально, наверное, в году, может, 22-го, наверное, где-то там. Ну, года два, получается, назад, и он до сих пор им не пользовался полноценно. Вот сейчас ребята исправили мангал, и сейчас же будут исправлять казанную печь, и он и не пользовался. То есть, для чего ее строить, чтобы потом переделывать и не пользоваться, ну, это, конечно, не совсем правильно. Сейчас Александр будет как раз заниматься переделкой казанной печи. Я думаю, что про это мы подснимем, даже дальше, как это будет в процессе, и результат потом покажем. Ну, мы сейчас все уберем, вот эту плиту уберем, посмотрим, как она устроена изначально, то есть, как ребята пытались произвести эту плиту, и уже наглядно увидим, как она устроена. Но вообще-то ее, я как понимаю, не топил, ты клиенту сразу сказал, переделал? Да, конечно, потому что, когда я разбирал вот эту часть, и наткнулся на тот момент, открыл перекрытие и увидел выходы в газа от казана, получается, да, там сечение здесь сразу, когда в мангал выходит, она в полкирпича идет. А если вовнутрь заглянуть, она идет узенькая, и там нету даже полкирпича, даже три четверти, может, меньше, чекушечка, что-то в таких размерах. То есть, и защиты никакого от облицовочного кирпича не установлено. То есть, она полностью в облицовке идет? Она полностью в облицовке идет, да. То есть, это чревато тем, что этот кирпич облицовочный, он не предназначен для топки, ну, сами прекрасно понимаете. Его нужно защищать, его нужно защищать, футировать, создавать канал именно из полнотелого кирпича. То, что мы сейчас будем это как раз и исправлять. То есть, у нас, чтобы эта возможность была исправить, я примерно уже представил, как это будет выглядеть, мы сам казанный комплекс сюда вынесем вперед, стенку тоже нарастим, чтобы у нас была возможность создать канал, защищенный уже от облицовочного кирпича. Но в процессе разбора мы увидим, как это будет на самом деле. Ну, а так, скажем, визуально, я как понял, ты к ленту даже не затапливая, сказал? Даже не затапливая, конечно. Какие? Вот здесь, ну, сразу на первый взгляд видишь минусы. На первый взгляд, это сразу у нас зажатая казанная плита. То есть, здесь несохраненного зазора никакого нет. Если даже заказчик бы начал ее топить при хорошей топке, она просто расширилась бы, лопнула вот это вот все по периметру, даже облицовочный кирпич, возможно, лопнут. Даже вот тут все это зажато на цементно-песчаный раствор. То есть, вся вот эта стенка лежала на плите, да. То есть, это сделалось неправильно, неверно. Все прекрасно знают, что любой металл при нагреве он расширяется. То есть, ну, а ребята это не учли, то есть, и зажали полностью плиту. Ну, а внутренняя часть печи, она тоже получается из облицовки. Сделано правильно? Не совсем, она не вся из облицовки сделана. Может быть, она как-то и установлена. То есть, если посмотрим, здесь даже вот и металл присутствует. То есть, вот железо, арматур. То есть, она расширится и также выдавит всю кладку. Ну, вот сейчас в процессе работы мы посмотрим, из чего это все выложено. То есть, футировки никакой здесь, можно сказать, и нет. Стенка, ширина кирпича у нас идет 12 сантиметров. То есть, вот это считается облицовочный кирпич. Вот он. И с этой стороны он никак не защищен. То есть, сразу видно, что пламя будет бить в облицовочный кирпич. Исходя из этого, что вот эта передняя часть, она треснет стопроцентно. После того, как ребята ему сдали, они слегка затопили. Показали, что он не дымит, якобы работает. Но, судя из этого, из-за того, что сейчас здесь выложено, да, можно увидеть, что печь не будет работать полноценно. Или недолго. Или недолго, да. Да, и колосниковая решетка нужна такая большая? Нет, колосниковая большая решетка не нужна. Тем более, даже она, скорее всего, зажатая. То есть, ее зажали. И такого тоже не разнорелся. Метно получается. Да, но она даже не шевелится. То есть, вот я пытаюсь ее как-то вытащить. Она вся полностью зажата у нас. Какой используется в таких случаях инструмент? Ну, это перфоратор, да? Перфоратор, без него никуда. То есть, такие моменты, так сказать, неправильных пищников исправлять только перфоратором и молотком. То есть, по-хорошему все сносить и строить правильный комплекс. Но вообще, из практики, вот, занимаешься же давно уже. Да. И что глобально приходилось переделать? Ладно, здесь, так скажем, малыми болями, да, вот эту часть переделали, а эту, но все равно это неприятно, как заказчику. Пищнику, наверное, приятно, работа есть всегда, но заказчику неприятно. Вот твой опыт, что, так скажем, с нуля приходилось сносить? Ну, новострой именно, что было за твою практику? Ну, вариантов было очень много, если честно сказать. Самый какой, который ценный, вспомни, можно? Ценный, самый получился тот, что я в этом году, в начале, по Байкальскому тракту, тоже разобрал комплекс, там мужчина делал печник в возрасте уже на пенсии. Ну, даже заказчики говорят, что его уже, как бы, нету в живых. То есть, ну, и суть в том, что они же искали печника по сарафанному радио, ну, по сарафанному радио, ну, и получилось так, что он вроде бы и хороший печник, но, видать, в связи с возрастом, может быть, где-то что-то забыл, что-то неправильно сделал, и получилось, что печь вся неправильная, целиком. И пришлось перевешивать, ну, трубу делать на подвесе, целиком ее разбирать. Духовка и тому подобное, все это рассчитано неправильно. То есть, визуально схема, могу, что неправильно, не топится? Она не топится, она не топится, во-первых, у нее, если возьмем топочную часть, у нее выходы газа идут вниз сразу, моментально вниз. То есть, если ты дверцу открываешь, ну, у нас же, если возьмем, дверцу ты открыл, дыму легче выйти там, где более свободно, то есть, выходить. А у него выходы, хайло, получается, на этом уровне было установлено, то есть, на нижней части. Как только дверь открыл, весь дым сразу в помещение идет. То есть, котел был установлен неправильно. Ну, и получилось так, что у него, когда в процессе разбора, у него вся печь на металле сложена. Так же уголок, ну, то же самое, как и здесь. Везде уголки, везде присутствует металл, везде какие-то проволочки. Все это сделано некачественно, и сразу пришлось разбирать. Ну, тут тот же самый, сравнивая этот объект и тот предыдущий, даже возьмем, был такой момент, что позвонила мне заказчица, я как-то делал у нее ремонт просто, топку ремонтировал. Она позвонила и говорит, мне нужно полностью переложить печь. Но там ситуация такая, что это двухэтажный дом, барак. На первом этаже печь, на втором этаже печь. Я даже звонил Сергею Герасимову, ну, советовался по этому вопросу. Заказчик хочет печь переложить, а второй этаж хозяева, но второй этаж хозяева не дают переложить. А там печь полностью стоит на первом этаже. И у нас был вопрос, чтобы подвесить саму печь второго этажа, а первого разобрать и, то есть, по-новому сделать. Но с кем я из мастеров не разговаривал, все говорят, лучше отказаться от этого момента, потому что очень сложно подвесить вторую печь. То есть, тоннаж большой, здание старое, невозможно. Вот это, наверное, самое сложное, с чем я столкнулся. Но здесь оно больше уже от старой цены, не новой перебыло. То есть, оно уже послеремонтное, которое... Это даже делали и японцы, и не японцы. Ну, что-то такое вот заключение, когда были. Совсем старая печь получилась. Перейдем к разбору. Да. И процесс покажем. Ну, там, посмотрим кадрами или фотографиями, как разберется, и снимем итоговый результат, как, что здесь получится в итоге. Вообще, мы продолжим, как говорится. Вот мы убрали кольца. Хотели убрать плиту, но она у нас до такого состояния очень сильно зажата, что ее не выдернуть. Возьмем инструмент хороший и будем это все ломать. Она прям вся зажатая. Ну, здесь, получается, верхний-то ряд. Они вроде сделали, как из брусков, из тоненьких. А здесь заложен шамотный. То есть, и все лежит то ли на цементе, то ли на клею на каком-то непонятном. То есть, никакого зазора нету от облицовочного кирпича. Сейчас вот эту часть уберем, посмотрим, что у нас дальше происходит. Ну, вот, что и следовало, в принципе, понять. Пустотелый кирпич, вот пустотелый, и он сразу ударяется пламенем, огонь. Естественно, он бы сразу мог лопнуть при хорошей топке. Также, вот это все сделано вроде бы из шамотного кирпича, но никакого зазора на расширение нет. Все установлено плотно. Неужели? Ну, вот, судя по картинке, вроде бы это из шамотного кирпича. А передняя, она полностью из пустотелого идет. Сейчас уберем вот эту плиту, посмотрим, что дальше будет. Все лежит на прутиках, таких полнотелых. Хотя они здесь вообще не нужны. То есть, вот прутики. Обычно устанавливается короб. Как все интересно установлено. Демонтировали плиту. Сейчас разберем вот эту всю лицевую часть, включая зольные дверцы тоже. Посмотрим, как устроен у нас дымовой канал. То есть, нам нужно по-хорошему ее все сместить. То есть, всю вот эту стенку сместить на лицевую часть. Ну, вот, в принципе, осуществили разбор. Выявили здесь такие недостатки, как кладка вся осуществилась на пустотелый кирпич. То есть, и забутовка произошла вся на пустотелый. Все выложено до такой степени безобразно, что где-то какие-то кусочки, вот прямо вот можно их показать. То есть, все это просто закидано, завалено, засыпано. Сразу видно, что работали не специалисты. Сейчас у нас план действий такой, что нам нужно сделать лицевую часть из этого же кирпича из пустотелого. Мы сейчас лицевую часть поднимаем и потом делаем топочную часть, канальную часть из полнотелого кирпича, то есть, из печного кирпича. Сейчас мы лицевую поднимем, установим дверцы и перейдем к футеровке. То есть, футеровка будет осуществляться из полнотелого, чтобы защитить облицовочный кирпич.